Скорее всего, я не замечал происходивших со мной перемен, а началось все на сборах перед Кубком СССР в Варшиловграде. Я демонстрировал одно из своих творческих достижений, сдабривая показ ленющими комментариями, и вдруг заметил абсолютную безучастность корсмейстера Абациева моим манипуляциям на доске. Оскорбленный в лучших чувствах, я умолк. — Зачем все это, Володя? — застенчиво улыбаясь, спросил Абациев. — Как зачем? Ведь если бы он пошел ЕФ-6, у меня появлялась такая возможность, — ответил я и выдал пулеметную серию ходов. — Зачем все это считать? — Ты чувствуешь, что тут он плохо стоит, — сказал Абациев и покрутил рукой над каким-то регионом доски. — Да, — неопределенно протянул я. — Так играй на эту слабость. Слабость, дисгармония, переразвитие — все это немного для меня значило. Вот расчет — это да, это безусловное доказательство и никакой абстракции. Но жест Абациева заставил меня задуматься. Из воспоминаний международного гроссмейстера, трехкратного чемпиона СССР Владимира Вигмана. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам хочу показать три позиции из русских шашек и попытаюсь вам показать, как правильно оценивать позицию на шашечной доске и в соответствии с этим находить самый лучший план игры. То есть есть два типа оценки позиций. Первый тип — это абстрактный. То есть, как нам завещал международный гроссмейстер, двукратный чемпион СССР Николай Абациев. То есть надо искать слабости. Давайте попробуем посмотреть слабости в позиции белых и черных. У белых слабость — это шашка А1. Но от этой слабости мы можем легко избавиться. Просто развиваем ее в центр. То есть, по сути, это нормально. Теперь посмотрим слабости в позиции черных. Невооруженным глазом видно, что у них застряла шашка Ж7. В соответствии с этим мы должны принять план игры. То есть наша задача — не дать черным развить черную шашку Ж7 в центр. В этой позиции ход черных, и у них есть четыре хороших хода. БЦ5, БА7, БЦ7 и ДЦ5. Теперь давайте от абстрактного перейдем к конкретному расчету, как нам завещал гроссмейстер Владимир Вигман. Давайте рассмотрим ход БА7. После этого хода белые могут провести комбинацию и остаться с лишней шашкой. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Я думаю, что все вы нашли несложную комбинацию. ДЕ5 или ФЖ5, тут без разницы. Затем ДЕ3. То есть мы отдаем три шашки, но в какую бы сторону черные не побили, мы бьем четыре шашки и остаемся с лишней шашкой. Теперь давайте рассмотрим ход БЦ7. После этого хода найти выигрыш не так-то просто. То есть стандартный ход АБ2 к выигрышу не ведет. Черные просто разменяются. Ну, допустим, на АБ2 это ошибка. Черные меняются. Ну и на любой ход просто выходят ФЕ5. Затем развивают свою шашку Ж7. И партия заканчивается ничьей. То есть в этой позиции мы должны сделать какой-то нестандартный ход. Подумайте, как можно сыграть в этой позиции. К выигрышу ведет только неочевидный ход СБ2. Ну, на первый взгляд кажется ход глупый. То есть мы сдвигаем шашку с дамочного поля. Ход с дамочного поля. Плюс шашка А1 застревает. Но мы видим самое главное, что черные шашку Ж7 вести в игру так и не могут. На лучший ход БЦ5 белые также меняются. АБ4. И надежно закупоривают выход шашки Ж7 в центр. И побеждают. Какие еще ходы возможны в этой позиции? На ход ДЦ5 мы закрываемся. ДЕ3. Но это единственный ход. Теперь на ход ЕД6. Здесь выигрывает единственный ход СД2. Обратите внимание, что напрашивающийся ход ЕД2 даже проигрывает. Черные проводят комбинацию. АЖ5. Затем ДЕ5. И белая дамка попадает в переплет. То есть куда бы она ни пошла, черные побеждают. Если сюда, то она легко ловится. Если они, допустим, ходят сюда, то черные ловят белую дамку таким образом и снова побеждают. Ну и наконец, если черные ходят сюда, то просто выигрывают ЕД2. И снова черные празднуют победу. Но в этой позиции выигрывают вместо ЕД2. Это ход неправильный. Надо играть СД2. Теперь мы не даем играть БА5. Из-за хода ФЖ5. И остаемся с двумя лишними шашками. А хода БА7 нет также из-за комбинации. Отдаем одну шашку. Затем вторую. И забираем сразу же 3. Постепенно побеждаем. Остается ход ДЕ7 в этой позиции. Тогда играем ДЕ3. Ну и после размена здесь также не даем развить шашку Ж7. Черные, видите, ее так и не смогли ввести в игру. Мы полностью оккупировали центр и легко побеждаем. Ну и наконец последний ход. В этой позиции черные могут пожертвовать шашку и сыграть БА7. Вот это самый сложный вариант. Здесь в партии Абациев Кононов белые нашли очень красивый выигрыш. Также можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Здесь выигрывает только жертва. Вначале играем ДЕ3. И черные, казалось бы, неминуемо играют ФЕ5. Затем развивают шашку Ж7. Ну и все, у них проблем тут нет. Даже преимущественно за счет центра. Но белые здесь щедро отдают шашку. И играют ЕД4. И теперь замысел белых становится очевиден. После хода ДС7 белые проводят разгромную комбинацию. И изящно побеждают. ДЕ5, СБ2. И победа. Так, следующая позиция возникает из дебюта обратный колл. СБ4, ФЕ5, Ж4, Б5. Вернее, не обратный колл, а отказанный обратный колл. Здесь лучше всего, конечно, ставить колл, либо играть Ж6 за черных. Ход БА5 уже похуже. Белые играют АЖ3. Ну и после размена активизируют свою бортовую шашку А3. Пытаются окружить позицию черных. Черные развивают отсталую шашку. И белые играют Е4. Здесь черные ошиблись. Они сыграли Е4. Этот ход уже окончательно проигрывает. На самом деле, ход кажется активным. Ведь грозит ход ДЕ5, и черные грозят выиграть шашку. Если же белые уйдут на А5, тогда черные занимают центр, и у них преимущество. Но все-таки здесь белые побеждают. То есть, самая главная слабость. Вначале смотрим, какие слабости. У белых, конечно, застряла шашка Ж3. Слабость, да? Но мы при случае можем сыграть Ж2, и эта слабость превратится в силу. В колонку. С помощью которой мы сможем выиграть шашку. Далее. У черных явная слабость, это слабая шашка Д4. То есть, мы знаем с вами, в соответствии с основными принципами игры, залазить белым на поле Е5 и черным на поле Д4, вначале и в середине партии, опасно. Из-за возможного окружения. Поэтому белые здесь как раз и окружают шашку Д4. Видите, они охватили ее. Как в клещи взяли шашками Б4 и Ф4, и теперь легко побеждают. Вначале играем ДЕ3. У черных есть два ответа. Если они играют ДЦ5, тогда как раз строим колонну. СД2. Ну, допустим, СД6. И играем ЖН2. То есть, наша шашка слабая, Ж3, она теперь перевратилась в силу. Видите? За счет вот этой пирамидки мы грозим сыграть ФЖ5 и остаться с лишней шашкой. Поэтому у черных единственный ход. ДЦ3. Но здесь мы побеждаем за счет комбинации. АБ2. ЕД4. И выигрыш. Если в этой позиции после нападения ДЕ3 черный играет СБ6, то снова наша слабая шашка Ж3 превращается в силу. Играем ЖН2 и снова грозим вы остаться с лишней шашкой. Поэтому у черных единственный ход. ДЕ5. Они вроде бы выигрывают шашку, но белые здесь снова проводят уже знакомую нам комбинацию. И выигрывают. Ну и последняя на сегодня позиция из книги Геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры. Давайте попробуем сперва абстрактно оценить позицию, найти слабости в позиции белых и в позиции черных, а затем перейти к конкретному расчету. В позиции белых явно видна слабость. Это отсталая шашка Ж2. Вести ее в игру будет белым непросто. Больше слабости особых у белых нет. Теперь перейдем к слабостям черных. У черных застряли шашка А7 и шашка Х8. Это явные слабости. Кроме того, видна слабость. Это отсутствующая шашка на поле Ф8. Видно, что у белых одна слабость, а у черных две. Поэтому, по идее, преимущество должно быть у нас. Теперь надо перейти к конкретному расчету. Если играть ДЦ3, то черные меняются. ЦБ4 выбивают нашу царскую шашку и затем постоянно грозят нападениями. ЕД6 и ФЕ5. Поэтому этот план игры нам не годится. АБ6 нельзя из-за ЦБ4 и черные останутся с лишней шашкой. Поэтому к сильнейшему ходу ХЖ3 можно прийти инстинктивно. Мы грозим связать левый фланг черных и победить. Черным приходится самим играть ЖХ4. И вот теперь у нас уже застряла шашка ХЖ3. Это явная слабость. Но здесь находится красивая комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале белые делают тихий ход. Вынуждают черных сделать единственный ход. А затем прорываются на левом фланге черных. Вначале играем АБ6. Черным надо меняться. Мы грозим выиграть шашку. Теперь уже черные грозят выиграть шашку. Но белые проводят комбинацию. ЖХ2. И снова видите, как трансформировалась наша позиция. Только что шашка ЖХ3 была слабостью. А теперь это сила. Она, видите, участвует в создании вот этой пирамидки. Как я его называю, клина свиньей. И благодаря этому клину свиньей мы наносим решающий удар. Мы прорываемся сквозь левый фланг черных с помощью размена и комбинации. И побеждаем. Черным приходится отбрасывать шашку белых от дамок. Но белые снова грозят пройти в дамки и легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.